давайте начнем с фрейда друзья что вы думаете напишите в чат зигмунд фрейд кто про него что знает он в массовую культуру очень плотно так это самое вошел вот у нас есть такой талмуд мы пока его типировали на марафоне в прошлом году вот как-то попался вот такой талмуд где-то в очень толстый книжном магазине я решил что надо бы фрейда это самое приобрести вот в таком интересном издании чтобы там было сто пятьсот страниц вот чтобы можно было вычитануть и чтобы можно было точно точно протипировать некоторые очень переживают говорят что для того чтобы кого-то протипировать нужно прочитать все книги и вообще все возможные письма сочинений вообще вот все что было у человека все нужно прочитать сексист вот кто-то и вот определил и такого типа в социальнике нету пока что от этого никто не застрахован да никто не застрахован зигмунд фрейд основатель один Один из основателей психоанализа, вообще всемирно известный психолог. Его работы повлияли огромным просто образом на вообще всю психологию. Они породили множество направлений психологии. Есть школы фрейдистов, которые действуют до сих пор. Фрейдов можно... Фрейда типировали, ой, не типировали, а критиковали еще при жизни. Очень сильно. Его просто там гнобили, подвергали всяческому угнетению и все такое. Потому что то, что он предложил в свое время, это очень сильно всем рвало шаблон. Вот, это один момент. Второй момент в том, что он являлся психоаналитиком и он еще был коллегой Юнга. Поскольку мы с вами тут по поводу соционики в основном собрались, это немаловажно. И как и Юнг, Фрейд был, в общем-то, довольно известным человеком. И Юнг с Фрейдом в какое-то время они познакомились. Они сначала переписывались, потом познакомились. Несколько лет они сотрудничали, они входили в одну тусовку, а потом они разругались. И у них там произошел разлад. И, соответственно, их пути разошлись, и потом они еще друг друга критиковали. Но нас что интересует в первую очередь? Фрейд – это такая персона, которая в соционике, если мы берем старую соционику, такую олдскульную, то это один из тех персонажей, который вошел в такой традиционный пантеон протипированных как бы людей. Как бы протипированных, да. Как бы протипированных людей. И по его поводу есть несколько версий, и они обе традиционные. Есть версия Драйзер, есть версия Дон Кихот. И та традиционная, и та традиционная. И обе такие укоренившиеся, устоявшиеся. Очень-очень устоявшиеся. Как, в общем-то, и по поводу Юнга. Ну, вот Юнга, его типировали там в Робеспьере, одна из самых таких популярных версий, если не ошибаюсь, ещё Аушер его типировал в Робеспьере. Ну, и он сам. И он сам, да, в интровертного интуито-логика он сам себя определял Юнг. У нас есть про Юнга отдельное видео, можете на нашем канале найти. Вот, но что в итоге получилось-то? В итоге получилось-то Дон Кихот, это я про Юнга. Да, Юнг Дон Кихот тут как раз спрашивает. Интуитивно-логический экстраверт. Всё дело в том, что мы существенно вообще перелопатили и, как бы это сказать, перекопали, переосмыслили и много чего перепроверили, то, что было в соционике. И метод у нас сейчас очень сильно отличается от того, о чём писал Аушер в своих гипотезах старых. Мы все эти гипотезы проверяли на практике. У нас очень сильно вообще изменилось представление о том, что относится к типу. Мы когда-то тоже опирались там в начале, в самом-самом начале нашего соционического пути изысканий, опирались на то, что было известно в книжках. Но потом довелось пересмотреть очень сильно, что такое интроверсия и экстраверсия. Вот в сравнении с какими-то традиционными источниками объяснениями, с психологией традиционной. Потом психософия ещё вошла в обиход, и мы сейчас применяем соционику психософии вместе. И, кстати говоря, мы и Юнга, и Фрейда протипировали и по соционике, и по психософии. Вот по психософии с высокой вероятностью, потому что мы вот именно там непосредственно этим не сильно делали на этом акцент, мы больше на соционике. А по психософии тоже тип, в общем-то, бросается в глаза, и многое очень сильно становится понятно. Вот. Это я всё к чему веду. Это к тому, что вот несмотря на то, что Юнг считал себя интровертом, он был таки экстравертом с точки зрения соционики. Юнг, конечно, был основателем типологии, вот. Но он на тот момент мог анализировать только сам себя. У него не было круга единомышленников, которые бы занимались его типологией, которые бы её развивали. Ну, в общем, это было дело такое, которое развивалось ещё очень долго, и после него в том числе. А вот что касается Фрейда. Так, что тут? С ним было очень интересно и неожиданно, потому что у нас не было вообще никаких версий. То есть была вот эта версия классическая, что он Дон Кихот, и другая классическая версия, что он Драйзер. То есть с точностью до конфликтера, всё как мы любим. Вот. Поэтому, когда мы его начинали типировать, вообще не было никаких ожиданий на эту тему. Было интересно действительно посмотреть вообще, а кто это. Особенно учитывая версию вот Драйзер. И, с другой стороны, Юнг у нас получился Дон Кихотом. Было интересно, могла бы быть такая конфликтная парочка, которая какое-то время пообщалась, потом разбежалась. Ну и, собственно, что там были за интертипные, что вообще, что, что? Причём у них поначалу, как только они начали общаться, у них был очень сильный резонанс. Они анализировали сны друг друга, они активно обменивались воззрениями на психику, обменивались каким-то профессиональным опытом. То есть там по-любому что-то должно было быть такое, что их бы как-то это самое, ну, сблизило всё-таки. Поскольку интертипные отношения в соционике работают просто фатальным образом, вот, то, соответственно, там чего-то должно быть такое, хоть какие-то зацепки. Понятное дело, что всё, что происходит между людьми, одной соционикой не объяснить, но что-то должно быть. Так, и, значит, по Фрейду у нас есть, так, у нас тема есть специальная, мы то, что разбирали на марафоне. Вот, и к чему тут всё пришло у нас? Так, поэтапно, что бы тут такое, что бы тут такое? Ты хочешь что-то зачитать? Что-то неплохо было бы зачитать, да. Ну, сразу скажу, что мы использовали для типирования Фрейда. Для типирования Фрейда мы использовали его лекции, которые записаны, задокументированы. Мы использовали его сочинения, в частности, вот в книжке, которая у нас есть. Письма. И что самое главное, письма. Причём те, которые он писал своим друзьям, коллегам и свои, там, возлюбленные. Не помню, сколько у них у него было. Но вот лично от себя вот самый чистый эксперимент и самая чистая информация и самая пригодная для анализа – это то, что человек пишет просто от себя, не для публичного. Да, там, по-моему, есть прям целая подборка, которая оформлена как книжка, где он письма своей жене пишет. Сначала там будущий, потом настоящий. Вот, и то есть вот эта переписка, на самом деле, очень показательна. Если вам будет интересно там перепроверить каким-то образом наши слова и почитать что-то у Фрейда, посмотреть, где там какие аспекты, вот я бы советовала сразу письма начинать, потому что там очень ярко всё видно, очень хорошо. Хотя и в остальном тоже. Ну, в общем-то, многие тут спрашивали, сенсорик, не сенсорик, первая физика, не первая. Мы склоняемся к тому, что он таки не сенсорик, он интуит, и что физика действительно таки первая, потому что очень много характерных для первой физики у него было вещей и вот этих вот… Ну, все знают и Фрейд, и… Вы понимаете, о чём я говорю? Да, там он интересные вещества, принимал сам и всем рекомендовал, а потом спустя пару лет обнаружилось, что они оказываются очень вредные, вот, у него из-за этого там и случились необратимые изменения в физиологии, ему там делали операции, и он в итоге испытывал невыносимую боль и попросил его это самое, что там, как это называется? Мы такого не говорили, это я… Эфтонировать его попросил. Да, это я к последним комментам. Да, да, ну тут кому-то очень хочется просто что-нибудь с чем-нибудь связать, вот, настолько человек перевозбудился просто во всех смыслах этого слова, что, видимо, вот так. Да, по поводу Фрейда, в общем, он тоже такая неоднозначная личность, но он был очень наблюдателен к людям, и он же много такого в психологии написал. Многие его, опять же, не любят, его до сих пор осуждают, но, с другой стороны, многие вещи, о которых он говорил, они стали основой для каких-то дальнейших других там исследований, открытий. То есть он такой дал толчок очень клёвый, и этот толчок он давал именно за счёт того, что он был очень наблюдателен к людям. У Юнга этот толчок был немножко в другую сторону. Другой толчок. Да, он тоже наблюдал за людьми, но немножко в другом контексте, и ему были интересны не столько люди, сколько какие-то концепции, и даже вот типологию он придумал не для того, чтобы описывать характеры людей, и он на этом настаивал, а на том, чтобы показать какие-то общие принципы и общие законы, по которым устроена психика людей, по которым устроено их сознание, по которым они там мыслят, живут, чувствуют и существуют. То есть ему была интересна схема, как это устроено. У Фрейда же это было всё в другую сторону, ему были интересны непосредственно сами люди, он очень много за ними наблюдал. Насколько я знаю, он, по-моему, описал многие явления, которые даже потом стали толчком в исследованиях, даже в психиатрии. То есть он очень много собрал материала, очень много интересного всякого описал, и это было про людей, это было очень... Ну вы понимаете, да, к чему я веду? Это было очень объёмно, это было очень глубоко, он очень много чего подметил, заметил каких-то таких механизмов, но не с точки зрения логики и каких-то там схем. Он писал непосредственно о людях, об их каких-то особенностях, об их чувствах, об их переживаниях, как они чувствуют, что они чувствуют, каким образом это может ломаться, к чему это всё может переходить. В общем, он этик, интуит. Да, и вот структура личности, вот это вот всё, то есть он предложил первым. Причём вот эти вот механизмы, которые он открыл, вытеснение, там всякого влияния раннего детства на человека, почему человек действует тем образом или иным, что его мотивирует, что им движет. А мотивы поступков, есть у нас такая функция в соционике, которая очень хорошо видит именно мотивы поступков людей, и в том числе ориентируется на это в своей деятельности. То есть вот у Фрейда это очень сильно заметно и очень ярко, это всё у него в письмах присутствует. В его лекциях, там, где более всё научным языком оформлено, там сложнее это всё понять как-то. Но в его письмах там всё палится очень сильно. Ну да. Вот. Ну, такая простая цитата, вот тут мы то, что расписывали. Он пишет про какого-то своего знакомого, про знакомого пишет сам Фрейд. «Тот знакомый мне подробно объяснил, почему так много богатых людей стремится положить свои сбережения именно в банк. Должен признаться, что я так и не понял особенностей банковского дела, связанных с уплатой долгов». Вот. И целая куча у него таких вот вещей, которые так или иначе, в общем-то, указывают на то, что у него логика деловая, она у него ценностная, но при этом она у него слабая. Вот. И, соответственно, получается, что это у нас этик, причём этик белый. А когда мы анализируем его высказывания в огромных количествах, у него этика присутствует и чёрная, и белая, вот, что характерно для творческой функции. Но белая намного больше. Да. Если анализировать, например, сочетание, ну, вообще соотношение сенсорики-интуиции, то интуиции, конечно же, у него гораздо больше. Вот его описание. То есть это интуит-этик, кто-то предполагал в комментариях Гамлета, вот. Ну, близко как бы этот самый Фрейд, он действительно Гексли. Вот. Интуитивно-этический экстраверт. Вот. Причём у многих может порваться шаблон. Сейчас я покажу. Так. Секундочку. Окно программы. Вот. Сейчас я вам вот показываю. Вот смотрите, это Фрейд. Это Гексли. Это Гексли, да. Вспоминайте все ваши стереотипы о Гексли, о том, какие они безумные, какие они весёлые, весельчаки, хохотуны, и вот это вот всё, и теперь посмотрите. Просто посмотрите на моего мужчину и на меня, на нас, точнее, вы поняли. Да. И, соответственно, получается, что вот это, конечно, Фрейд уже в зрелом возрасте. Так, сейчас я вам покажу кое-что другое. Сейчас я вам покажу Фрейда Молодого. Вот это Фрейд Молодой. Так уже больше похоже? Вот. Как думаете? Это вот к вопросу о типировании по внешности. Вот. И мы рассказывали, у нас видео есть про типирование по внешности. И в ряде случаев внешность вам не поможет вообще никак. Абсолютно. То есть, просто вы смотрите на человека, и его внешность вам говорит о том, что это мужик с бородой и с усами. И всё. Про соционику это вам не говорит ничего. Это может быть кто угодно, просто совершенно кто угодно. Между Джеком и Дюмой, что называется. Вот. Поэтому это ещё один аргумент против того, чтобы категорически как-то сильно опираться на внешность и по внешности типировать людей. Вот. Мы ещё сегодня об этом поговорим. Вот. Ещё покажем примерчик один. Вот. То есть, Зигмунд Фрейд, вот он, вот такой вот товарищ, интуитивный, этический экстраверт. А по психософии, насколько я помню, если я правильно помню, Александр Афанасьев, создатель психософии, протипировал Фрейда в первую волю. Дескать, потому что он создал вокруг себя круг приближённых. Вот. И там очень пытался жёстко их контролировать. Вот. Но. Но. А у Зигмунда, Зигмундовича, вот, у Фрейда, у него в письмах огромное количество третьей воли. Его очень сильно и больно ранили вообще замечания его оппонентов. Его коллег по цеху очень сильно задевали. Он очень сильно страдал от собственной недооценённости и от того, что его не признают и всё такое прочее. У него целая куча вот этих страдашек, именно третьевольных. Учитывая его деятельность и манеру написания и того, что ему интереснее всего было делать, у него логика высокая. Причём процессионная, соответственно, вторая. Вот. А физика у него первая. То есть, больше всего его интересовало, как можно именно заработать с помощью его консультирования. То есть, с помощью консультаций. У него очень много об этом. В его письмах прямо идёт речь. Просто неимоверно. Но, опять же, вот эти фотографии, которые мы посмотрели, мы с вами помним, что типировать человека, например, по психософии, по поведению, ну, так очень косвенно можно примерно посмотреть, где у человека эмоции. И, опять же, если мы понаблюдали человека в разных каких-то, в разных ситуациях, то у Фрейда как раз-таки, вот у него та фотка, которая... Сейчас, где это она у меня? Вот эта вот фотка. Такс, такс, такс. Поделиться. Вот, когда мы смотрим на эту фотографию, и если это вполне характерная для человека фотография, скорее мы можем предположить, что эмоции у него где-то низко. Вот, причём таких фотографий в зрелом возрасте у него довольно много. Есть, конечно, где он улыбается, но в основном в обычном состоянии у него как-то вот так выглядело его выражение лица и всё такое прочее. То есть, вот предположить скорее низкую эмоцию можно было бы, например. И по его творчеству, по его трудам вполне себе это всё прослеживается. Там ещё многие писали, что тексты у него там логические, опять же, тут нужно разбираться, что именно вы имеете в виду под логическими текстами. Вообще, вот в трудах его, конечно, у него логики довольно много, и причём эта логика чёрная, что опять же Гексли нисколько не противоречит, потому что это самооценочная функция. По самооценке человек может делать, говорить, писать довольно много, учитывая плюс специфику. Мы тоже на каком-то вебинаре рассказывали, что, например, когда мы типируем человека, очень важно задавать открытые вопросы, потому что, если вы начнёте спрашивать человека про вытачивание втулок, и если он, например, закончил технический там вуз или работал где-то на заводе, он вам будет рассказывать про эти втулки, вне зависимости от его типа, вы будете слышать там, конечно же, логику. Поэтому, когда человек пишет, интересуется наукой и пишет какие-то научные труды, там будет довольно много логики. Но опять же, нужно смотреть дальше, нужно смотреть его письма, нужно смотреть какие-то более повседневные вещи, что для человека более характерно, когда у него нет заданной темы, когда он не ограничен рамками какого-то научного труда того, что он пишет. В письмах в то время тоже, конечно, были определённые рамки, но всё равно какой-то темы жёстко заданной не было, и требований к языку, которым он это пишет, особо тоже не было. Особенно если речь идёт о письмах к жене, это такая максимально личная, максимальная такая тема, в которой человек говорит что-то от себя. И вот там у него очень хорошо видна этика. Но опять же, даже если брать труды, у него огромное количество там всё равно про этику, про белую, которая соседствует с деловой логикой, и огромное количество чёрной интуиции. Он там что-то писал про сны, про трактовку снов, вот во всех вот этих вещах ищите, там прям интуиция в огромном количестве, и именно чёрная. Вот тоже, кому будет интересно, залезьте, почитайте. Так что вот такой странный персонаж. Ну и опять же, понятно, что у них с Юнгом произошло. Типы очень близкие по психософии, опять же, у них там всё нормально. Поэтому какое-то время общались, дальше взгляды разошлись, то есть интертипные отношения у них достаточно нейтральные. И вот так. Ну и да, то есть наше предположение по поводу Фрейда в плане психософии – это арестип, физика, логика, воля, эмоция. И как раз-таки вот высокая логика сподвигает человека заниматься какой-то интеллектуальной деятельностью. Он занимался вот наукой, причём в таком ключе. Когда мы с вами накладываем один тип на другой, вот то, что мы делаем, допустим, когда рекомендуем человеку профессию, мы смотрим, что у него с социальническим типом, то есть на какую информацию ориентирован его тип. А психософия показывает, как именно этот тип лучше всего может реализоваться. Если мы берём Фрейда, это интуит-этик. Интуиты-этики, как мы с вами знаем, это люди, которые ориентируются больше всего на гуманитарную сферу, на сферу людей. Но при этом у Фрейда такой достаточно нетипичный для интуитов-этиков, условно говоря, нетипичный психософский тип с высокой физикой, логикой, волей. Эмоция у него вообще последняя. То есть это гуманитарий, которому будет интересно заниматься в научной какой-то стезе. И очень большая будет потребность в материальной отдаче и в каком-то конкретном результате его трудов этих научных. И опять же, все вот эти свои этические наблюдения, то, что он замечал за людьми, вот эти вот глубинные комплексы, влияние раннего детства, какие-то механизмы, которые у человека присутствуют в психике. Он это всё наблюдал с позиции сильной этики, а потом с позиции высокой логики психософской это всё описывал в своих научных трудах. И получается, смотрите, когда мы, если бы мы попытались, допустим, Фрейда типировать с точки зрения старой соционики, у нас ничего бы не получилось. И именно отсюда происходят вот эти вот полярные абсолютно версии, когда у нас с одной стороны кто-то предполагает Дон Кихота, а с другой стороны Драйзер кто-то предполагает. Как бы и дальше... Такая соционическая биполярочка. Соционическая биполярочка. То есть версия и Дон Кихота, и версия Драйзера, они имеют долю истины в себе. Но при этом в целостную картину это собрать нельзя, потому что с позиции старой соционики Гексли должен быть весельчак и балагур, а Драйзер суровый морализатор. И когда мы пытаемся это всё срастить в одну кучу, вот эти модели поведения, они не сращиваются в одну. И всё дело в том, что психосовский тип уж очень сильно противоречит традиционным представлениям о поведении Гексли. И поэтому получается такая кракозябра. Те, кто его протипировал в Дон Кихота, они заметили, что это интуит, что это чёрный интуит, и что у него где-то там есть какая-то логика. А у него логика психосовская высокая. И именно за это зацепились, по всей видимости. А те, кто протипировал в Драйзера, они увидели, что у него есть белая этика, и что он какой-то похож на сенсорика, потому что высокая физика. Вот в чём дело. Поэтому вот такая. Ну тут пишут, что Дон Кихот плюс Драйзер равно Гексли. Ну вообще да, конечно, если взять что-то усреднённое. Да, если отпилить половину Дон Кихота и половину Драйзера, и сделать Франкенштейн, то получится Гексли. То есть сложно это предположить, понимаете, методами вот этой старой социологии невозможно протипировать нормально Фрейда, потому что в любом случае будет что-то выпадать. С одной стороны у него вроде как есть что-то морализаторское, с другой стороны у него есть какая-то чёрная интуиция. Что за Драйзер, у которого чёрная интуиция? Это просто Гексли. Вот. И причём Гексли такой очень нетипичный. Скорее там старая соционика протипировала бы в Гексли какого-нибудь весёлого, там я не знаю кого, весёлого Дон Кихота, весёлого Джека, весёлого Штирлица, без разницы. То есть просто человек должен быть весёлый, иначе это не Гексли. Подход вот такой. Такс. Вот. Поэтому может быть вот такая хитрая штука, когда сочетается тип один с другим, и получается очень нестандартный такой эффект. Они весёлые в жизни, друзья. Кто угодно может быть в жизни весёлым, кто угодно может быть в жизни грустным. Сегодня человек может быть весёлым, завтра он может быть ужасно грустным. Не знаю, сегодня, вы знаете, человека два года, у него всё в жизни хорошо, у него нет никаких-то сложностей, нет какого-то стресса, нет каких-то проблем в жизни, или он с ними успешно справляется, и он весёлый, он классный, он радостный, с ним легко общаться. Через два года происходит что-нибудь не так, и человек по характеру становится совершенно другим. То есть не нужно, пожалуйста, всё равно это цеплять к типу, это никак с типом не связано, не описывает тип человека. Мне кажется, мы ещё будем очень долго говорить. Я скоро буду плакать и говорить о том микрофоне. Да, бессмысленно, потому что людям очень, абсолютно большинству людей хочется, вот типология любая, там, соционика, ещё что-нибудь, про энеограмму мы сегодня поговорим ещё, кстати. Вот, то есть она стремится именно поведение впихнуть в тип. А оно не впихивается, оно не работает таким образом, нужно с другой стороны заходить. Тип не определяет поведение, вот в чём прикол. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова